Привет! Парахоботы активно разгоняют идею о том, что разговор Путина и Порошенко это фейк, который слепили некие нейронные сети. Ну что же, давайте вместе разберемся в этом вопросе. А если использовать нейросети? А если использовать возможности? Если использовать технические возможности, которые есть у КГБ? Это парахобот Андрей Луганский. И, кстати, один из, наверное, лучших парахоботов, по крайней мере, эти ребята, они достаточно интеллектуальные, как вот Луганский и Арестович. Но давайте возьмем его тезис в том, что КГБ может подделать любой разговор, сымитировать его, да? Давайте возьмем выше, давайте возьмем самый вышаг, возьмем Голливуд, который уже сто лет занимается подделкой реальности. Вы думаете, что это Арнольд Шварценеггер и это кадр из фильма Терминатор 1984 года? Нет, это не так. Это актер-бодибилдер Брэд Азер. А лицо Арни наложено на его с помощью хваленых нейронных сетей и компьютерной графики. Давайте немножко крайне упрощенной теории. Нейронные сети действительно способны качественно имитировать человека и его функции. Но как бы то ни было, нейронная сеть это машинный алгоритм. Не способный коррелироваться и получать импульс от эмоциональной сферы человека. Выдавая не шаблонные, не алгоритмичные образы. Как в этом разговоре Путина и Порошенко после неожиданного вопроса президента России последовало эмоциональное замешательство Порошенко. Именно исходя из вышеперечисленного следует отметить, что главный недостаток машины она не способна на творчество, потому что творчество это эмоция, а эмоцию может передать только эмоциональное существо. Нейросети как механизмы обработки информации сводятся к тому, как именно эти активации в одном слое приводят к активациям в следующем слое. Это грубо сравнивают с тем, как работают биологические нейросети. Но вернемся к конкретике. Она заключается в следующем, что нейронные сети чудесно имитируют лицо Шварценеггера. При этом, если сравнивать с фильмом 1984 года, компьютер упускает много деталей, по которым и определяется подделка. Обратите внимание на свет на лбу, на пот, на тени на лице, тогда как справа это выглядит как маска, натянутая на лицо. Когда Джеймс Кэмером создавал своего Терминатора 2, он использовал настоящие, как они называются там, аниматронные куклы. Потому эти самые Терминаторы и выглядели натурально. В последующих фильмах, за исключением четвертой части, пятой и шестой частях, уже использовали компьютерную графику. И там видно, что эти Терминаторы, они нарисованы. И что даже какой-то маломальский, несерьезный специалист легко бы определил подделку. Этот самый Луганский показывает нам запись, которую он, мол, смонтировал за 7 минут на коленке, с помощью какой-то там программы, которую легко скачать на любой смартфон. Давайте ее послушаем. Я Владимир Зеленский. Я фабрикую пленки, потому что мне страшно. Мне снится Порошенко и его Парахаботы. Они называют меня плохими словами, отправляют в Ростов. Владимир Владимирович, забери меня отсюда. Как видим, надрывность, неестественность, какая-то пластмассовость разговора, она чувствуется сразу, даже без какого-то профессионального анализа. Владимир Владимирович, забери меня отсюда. И главный вывод заключается в том, что если бы это действительно была подделка, сделанная с помощью нейронных сетей и имитации голоса, то Петр Алексеевич Порошенко, безусловно, бы моментально подал бы в суд и после этого провел бы экспертизу, которая бы легко доказала, что это подделка. Так как он этого не сделал, он прекрасно знает и осознает, что это запись настоящая. Как говорится, шах и мат. Пока! Если использовать нейросети, а если использовать возможности, если использовать технические возможности, которые есть у КГБ... Возможные ответы. Пошел ты, козел! Пошел ты, козел!